Добрый вечер, наши дорогие телезрители! Сегодня с вами вновь Энергия Удачи на Рико ТВ. Так быстро пролетели праздники, а у наших участников праздник наступит совсем скоро. Закончится онлайн обучение, а мы с огромным удовольствием приветствуем вас, дорогие друзья, в проекте Энергия Удачи, которую вы сможете смотреть в любой точке мира. Благодаря приложению «Любимый город» смотрите нас всегда и везде, и будет у вас энергия и в жизни, и вообще по жизни. Вместе со мной сегодняшний эфир проведет очаровательная Евгения. Евгения, как настроение? Отлично. Не верится, что совсем скоро, буквально через недельку, может быть, чуть больше наступит лето. Да, классно. И надеемся, что все запреты снимут, мы свободно сможем вздохнуть и вдохнуть летний воздух вместе с торговым домом «Энергия», который находится по проспекту Сынкибай-Батыра, 72. Не проезжайте мимо, остановитесь на Красном. Двадцать третье мая на календаре и вновь «Энергия. Удачи» на Рика ТВ. Жень, а скажи, какой твой любимый предмет был в школе? Математика. Серьезно? Вот поэтому такие красивые и умные девушки работают в торговом доме «Энергия». А вот какой любимый предмет у наших участников сегодня, а сегодня у нас третья тройка игроков проекта «Майя месяцев. Энергия. Удачи». Под аплодисменты в нашей студии мы приветствуем участников. Как-то слабенько, ребята, у вас скоро каникул, а вы еще не настроились. Давайте знакомиться. Наш первый участник. Представь. Меня зовут Шарифуллин Ярослав. Мне 12 лет. Я из 35-й школы. Молодец. Скажи, какой твой любимый предмет в школе? Мой любимый предмет в школе – это математика. Серьезно? Ты увлекаешься математикой? Два умножить на шесть – сколько бы? Двенадцать. Молодец. Это не считается за игру. Это проверка знаний. Ярослав, а есть какие-то увлечения? Да. Например? Я занимаюсь в художественном лицее два года, хожу на английский и занимаюсь плаванием. А в будущем кем хочешь стать? Не знаю. Но есть какие-нибудь уже предположения, предпосылки? Наверное, телеведущим. Телеведущим? Так здорово. Сегодня у тебя дебют на телевидении. Да. Это классно. Наша вторая участница. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алина. Ну, я увлекаюсь рисованием, хожу на танцы, в ракету. Так. А Алина, а где учитесь? В школе шинрак. Хорошо все получается? Да. А любимый предмет? Мне, в принципе, все нравятся. Ну, такой, что вот прям бежите на него с огромным удовольствием. Ну, история. Вау. Даже так. Наш третий участник. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Димаш. Я учусь в четвертой школе. Занимаюсь в МАА, хожу в разные кружки. Мой любимый урок в школе – это биология. Биология. Димаш, а кем вы хотите стать? Будущим стоматологом. Хорошая работа, поверьте. Хорошая работа. Прибыльная работа. Ну, что ж, дорогие ребята, сегодня вы участвуете в нашем телепроекте. Главное – не переживать, отвечать правильно на вопросы и зарабатывать денежки. Один из вас попадает в финал. Финал у нас состоится 30 мая. Здесь, в этой студии, мы выберем лидера майских выпусков проекта «Энергия удачи». Кто-то один из вас попадет в финал. Если вы допускаете ошибку, например, Ярослав неверно ответил, то он не имеет права уже отвечать на вопрос, если даже вспомнил правильный ответ. Если Алина неверно отвечает, то, соответственно, и Алина не может. Если Димаш, то Димаш тоже не сможет отвечать. Правильный ответ произнесем мы с Евгением. Также обстоят дела и с суперигрой. Если лидер есть, и он не отвечает на вопрос суперигры, то переход хода к участнику, который на втором месте. Если участник, который на втором месте не ответил, то переход, соответственно, к третьему месту. Не выкрикивать, вам нужно нажимать на кнопочку. Кто первый отвечает, тот и получает денежный приз. У нас 4 раунда, и мы желаем вам удачи и аплодируем вместе с Торговым домом «Энергия». Торговый дом «Энергия» поздравляет всех выпускников школ с завершением учебного года, так как наша программа выходит сегодня, 23 мая. И, конечно же, с успешной сдачей всех экзаменов. Женя, помнишь свой экзамен? Конечно. Ничего не провалило? Нет, все сдало. Ну, я думаю, что сегодняшний эфир будет у нас на высоте, как всегда, энергичным и интеллектуальным. Итак, первый раунд с сегодняшнего эфира, 23 мая 2021 года. Итак, первый раунд... У нас сегодня математика, да. Женя прям застеснялась, потому что говорила, что математика, да. Четыре подружки послали друг другу открытки с праздником. Так, сколько всего конвертов понадобилось? Сильнее. Так, в Димаш выбили первым. Двенадцать. Двенадцать конвертов. Совершенно верно. Дальше. Сколько ушей у двух мышей? Четыре. Верно, первая ответила Алина. Какое самое маленькое трехзначное число? Сто. Алина была первой. Действительно, сумма двин всех сторон многоугольника. Это? Клофить. Нет. Перемет. Верно, периметр. Едем дальше. Как назвать число, в котором десять десятков? Сто. Сто. Нет. Правильно, сотня. Верно. Сколько слогов в слове математики? Пять. Пять. О-хо-хо. Так, засчитываем и Ярославу, и Димашу. Да, пять. Внимание, ребята, вопрос сложный будет. На верхней полке тридцать учебников, а на нижней шестьдесят. Сколько учебников нужно переставить, чтобы стало поровну? Пятнадцать. Так, вы опять ровно отречайте, ребята. И Ярослав, и Димаш. Пятнадцать, верно. Квадратный лист согнули четыре раза и прокололи насквозь. Сколько дырок подсчета можно на раздорных листях? Восемнадцать. Так, а ваш ответ, Алина? Восемнадцать. Восемнадцать ваш? Восемнадцать. Ваш? Шестнадцать. Верный ответ. Восемнадцать, да. На столе лежат семнадцать фломастеров. Красный лежит с седьмым. При счете справа налево. Справа налево, ребята, внимательно. Тогда слева направо, каким по счету он будет? Одиннадцатым. Верно? Одиннадцатым, да. Но первым ответил Димаш. Одиннадцатым. Засчитываем. Айгуль начертила три отрезка. Первый длиной девять сантиметров. Второй два сантиметра. Короче первого. А третий настолько же короче второго. Чему равна длина второго отрезка? Семь сантиметров. Первая была у нас Алина. Семь сантиметров. Перепутали, Ярослав? Ну не переживайте, что же вы переживаете так? Ярослав, все в порядке у вас? Да. Точно? Ну судя по тому, как показывают сейчас операторы вас, вы очень сильно переживаете. Так ли это? Нет. Нет? Нет, это игра. Если к разности прибавить вычитаемое, что мы узнаем? Мы узнаем уменьшаемое, друзья мои. Назовите результат действия вычитания. Разность. Правильно, Димаш, разность. Сколько надо заплатить за три булочки в школе, если каждая стоит три тенге? Девять. Девять. Алина была первой. Девять. Ребят, мы считаем только правильный ответ тех, кто нажал на кнопку и у кого загорелось наше табло. Итак, на столе было пять стаканов молока. Айбек выпил один стакан. Сколько стаканов осталось? Четыре. Пять. Пять. Послушай внимательно. На столе было пять стаканов молока. Айбек выпил один стакан. Сколько стаканов осталось? Пять. Правильно, Алина. Молодец. Аплодисменты. Ну что ж, дорогие друзья, мы вас поздравляем с первым раундом. И по итогам первого раунда давайте подведем Евгения итоги. Сейчас Женя огласит, сколько у нас кто ответил верно на вопросы первого раунда по математике. Итак, Алина ответила у нас на раз, два, три. Женя, сколько? Шесть, да, получается? На семь. На семь. Правильно. Димаш у нас ответил на шесть. И Ярослав у нас ответил на два. Ребята, мы вас поздравляем, потому что у нас сейчас второй раунд, где мы добавим скорости, драйва и энергии. Тема второго раунда. Внимание. Итак, второй раунд. Это Блиц. Вопрос. Здесь уже ваш интеллект мы проверяем еще раз. И, конечно же, скорость. Поехали. Победа в шахматной партии. Мат. Верно. Металлический или пластмассовый колпачок для палец для шития. Наперстник. Верно, наперсток. В нем шило не утаишь. В чем? Мешок. Верно. Наука о растениях. Ватальдаников. Верно. Самый огромный океан. Тихий. Ярослав и Димаш были. Правильно. Детский писатель-сказочный. Андерсон. Андерсон. Алина была, но, тем не менее, Димаш тоже ее перебил. Что меньше, 40 центнеров или 4 тонны? Одинаково. Верно. Цветы, собранные в пучок, называются... Бугет. Алина была первой. Венера и Меркурий находятся ближе к Земле. Кто? Венера. Верно, Венера. Что выкрал Прометею богов? Огонь. Молодец, Огонь, Алина. А как называется плодородный слой Земли? Почва. Верно. Продолжите пословицу. Повторение. Мочение. Верно, Алина. Сколько звуков в слове воробьинные? Один. Верно. Что измеряют спидометром? Скорость. Верно. Как в старину называли глаз? Ока. Ока. Верно, Алина. Ярослав, ну что ж такое? Ну, ничего страшного. Ребята, вы все первый раз. Но показали хорошие знания. Итак, второй раунд. Женя вам слово. Женя подсчет делает четкий. Сколько правильных ответов? Один у Ярослава. У Алины семь. И у Димаша восемь. Восемь правильных ответов. Ну что ж. Так, у нас получается лидирует по итогам второго раунда. У нас лидирует Димаш, правильно? Или нет? Поровну. У нас одинаково. Алина и Димаш. А вы идете на одной волне. Ярослав, чуть-чуть отступаете. Но бывали случаи, что у нас и на четвертом раунде обгоняли. Итак, друзья мои, третий раунд. Внимание, что же за тема? Итак, дорогие друзья, у нас третий раунд и тема, как вы уже знали, это животный мир. Животный мир. А у вас есть дома животные? Да. Нет. Нет? Есть. Димаш, хотели кого-нибудь завести? Конечно. Кого? Кошку. А Алина, а вы? У меня есть собака дома. Какая порода? Чау-чау. Вау. Ярослав? У меня есть два попугая. Так, они вам не мешают спать? Нет. Они говорящие? Ну, да. Что они произносят? Они не такие говорящие, потому что мы их только недавно купили. Ну, здорово. Как их зовут? Кеша и Гоша. Кеша и Гоша. А вашего пса? Извините, пёсика? Она девочка, ее зовут Виора. Интересное имя. Ну, надеемся, у Димаша скоро появится. Кто-то из живота. Или вы не любите живот? Люблю. Молодцы, ребята. Итак, назовите крупнейшую из современных змей. Анаконда. Бедно. Какое насекомое получило название за молитвенную позу, в которой вот стерегает добычу? Богомол. Почему богомол? Потому что он сидит как... А как он сидит? В молитвенном позе. Хорошо. А вы видели хоть раз богомол? Конечно. В руки брали его? Да. Ну, правильно, это богомол. Какая водоплавающая птица носит имя русского писателя? Гоголь. Правильно, Гоголь, молодцы. Тело этого млекопитающего сверху и с боков покрыто иглами. Я что, я нажала? Что вы нажали? Я нечаянно. Нечаянно. В случае опасности это животное сворачивается в клубок. О ком идет речь? Ёжик. Правильно, Ёжик. В басне Крылова воз с поклажем тянули в разные стороны. Три животных. Лебедь, щук. Какое животное было? Трак. Первое было Алина. Не выкрикивайте, Димаш. Девушка отвечает. Девушка. Господи. Самые крупные ящерицы? Так, а самая крупная ящерица? Варан. Верно. Самые крупные присмыкающиеся? Трокодил. Верно. Вы откуда такой умный взялись? Учу биологию. Ага. Самое полезное животное в мире? Червяк. Молодец. Этому зверьку помогает выжить удивительная выносливость. Зверю даже я могу сказать, а не зверьку. Он может не есть по многу дней, не теряя силы и не выходя из формы. Кто это? Волк. Нет, не верблюд. Волк. Волк. Кто у нас был первый? Димаш. Димаш. Волк. Царь зверей? Лев. Алина. Да, да. Король пустыни. Верблюд. Так. Вот здесь сложность у меня. Теперь вопрос. Кто? Кто был первый? Мы снимаем этот вопрос, чтобы никому не было обидно. Хорошо? Потому что вы крикивали. Итак, да, я понимаю. Азарт в игре – это очень-очень здорово. Ну что ж, дорогие наши участники, наши зрители, наши любимые зрители, кто смотрит нас через планшеты. Мы вас всех очень ценим. И сейчас не будем подводить итоги третьего раунда, потому что у нас впереди решающий четвертый раунд. И кто же у нас выйдет в финал? Это будет сюрпризом. Остановитесь на красном. Проспект Санкеба-Батыра, 72. Это тема, которая сейчас необходима молодому поколению. Тема этикета. Какие вы знаете правила этикета, например? Сидеть за столом. Так. Сидеть за столом. Что делать? Ну, как правильно кушать, как себя правильно вести за столом. Алина? Нужно уступать старшим. Так. Ярослав. Надо себя хорошо вести, если есть... Ребята, вы себя всегда хорошо ведете? Да. Ну, здорово. Проверим. Где должен находиться мужчина, идущий женщина? Слева или справа от нее? Слева. Первый кто у нас был? Ярослав. Нет? Да. Да? Ребята, не выкрикиваем, иначе мы снимем раунд, и из вас никто не войдет в финал. Выкрикивать нельзя. Дослушайте вопрос, а только потом отвечайте на вам ответ. Делайте свой ответ. Слева от нее он должен идти. Сейчас мы не засчитываем никому бал. Но если он военный, то он должен идти справа. Если он несет сумку, портфель, дипломат, то справа. Следующий вопрос. Кто должен пройти первым, входящий в магазин или выходящий в это же время из него? Выходящий. Алина. Алина. Выходящий вы говорите, да? Да. Выходящий должен пропустить выходящего. Верно. В какое время можно звонить кому-либо по телефону? С 9 утра до 10 вечера. С 9 до 12. Димаш ответил. С 9 утра до 10 вечера. Ну, это верно. Сколько следует ждать, если на ваш телефонный звонок никто не отвечает? 6-7 будков. Подождите, Алина. 6-7 будков. Хорошо, правильно. С какой стороны нужно обходить прохожих? С правой. С левой. Нет, идущих навстречу справа, идущих впереди слева. Должны ли снимать перчатки мужчины перед рукопожателем? Да. Почему? Потому что это... Почему? Мужики должны так делать. Мужчины. А женщины? Нет. Нет. Нет, Димаш, засчитываем вам, но вам помогла Алина. Скажите ей спасибо. Нужно ли застегивать пиджак на все пуговицы? Нет. Нет, не обязательно. Правильно, последнюю можно не застегивать. Можно ли дарить цветы в горшке? Нет. Подождите. Да, если человек это любит. У меня мама любит цветы в горшке. Совершенно верно. Если человек любит, можно дарить ему в горшке цветочки, да? Еще один вопрос. Как нужно брать хлеб? Вилкой или рукой? Рукой. Почему? Потому что всегда надо по этикету стола рукой брать. Молодец. Браво. Тема этикета у нас сегодня закрывается. А через несколько секунд мы подведем итоги, кто у нас будет в финале сегодняшнего выпуска проекта «Энергия и удачи». 23 мая на календаре, друзья. Всем вам хорошего настроения. Бурное обсуждение у нас сейчас идет здесь, в студии проекта «Энергия и удачи». Спасибо, что воскресный вечер встречаете вместе с нами. На следующей неделе у нас финал, но борьба, борьба у нас, дорогие друзья, следующая. Итак, по итогам. Сегодняшняя программа. Ярослав, вы у нас на третьем месте, зарабатываете свой денежный приз. За это одна тысяча тенге. Аплодисменты Ярославу. Молодец, молодец. Боролся до конца, хотя у нас два крикуна было. А вот с крикунами дела обстоят у нас следующим образом. Алина, вы сегодня у нас зарабатываете на втором месте. Да. 9 тысяч тенге вы сегодня получаете от торгового дома. На первом месте у нас Димаш. Пока вы зарабатываете 10 тысяч и 500 тенге. Но вы можете эти все деньги проиграть сейчас. Если неверно, ответьте на супер игру. Вопрос супер игры. У меня в руке три конверта, я их перемешиваю сам. Здесь находится вопрос. Только один конверт вы можете выбрать. И если вы верно отвечаете на вопрос супер игры, вы автоматически проходите финал. И мы с вами встретимся уже на следующей неделе, через 7 дней. И вы сможете свой приз вдвойне увеличить, если выиграете следующую супер игру. Либо проиграть деньги сегодня. Какой конверт вы выбираете? Открывайте. Итак, вам попался легкий вопрос. Из чего делает изюм? Если Димаш верно ответит, то будет в финале майских игр проекта «Энергия удачи». Итак, Димаш, вам нужна минута или нет? Ну, по-моему, это вопрос легкий. У вас прям удачный сегодня эфир. Из чего же делают изюм? Из винограда. Вы уверены? Может быть, его делают из смородины? Нет, из винограда. Димаш, вы можете сейчас проиграть свои 10 500 сенге. Я уверена, что из винограда. Почему вы такое уверены? Потому что моя бабушка делала изюм из винограда. Бабушка делала изюм из винограда. Я ей помогала. И вы ей помогали. Спасибо бабушке за такого внука. Действительно, изюм делают из винограда. Мы поздравляем Димаш вас. Аплодисменты. Вы в финале проекта «Энергия удачи», друзья. А мы с Евгением прощаемся с вами ровно на 7 дней, потому что через 7 дней мы узнаем победителя майских игр. Они все разных возрастов. У них у всех разные увлечения. Но кто-то, один из них, станет победителем майских игр. Дай бог вам здоровья. Пусть неделя пройдет быстро. И мы вновь увидимся с вами в следующее воскресенье. В конце мая. 30-го числа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok